В нашем доме, рядом с храмом Калачакры, в Ленинграде, по адресу Приморский проспект 15, были соседи. И соседи очень дружелюбно относились к молодой семье, то есть папе и маме. Они были очень молоды, и у них сразу же там родилось трое детей, а потом четвертый. И меня как третьего ребенка привезли, и я лежала без имени прямо из роддома на диване или на кровати в квартире Агвана Доржеева, потому что мой папа один из самых близких родственников Агвана Доржеева. А его отец, это мой дед, является племянником Агвана Доржеева. Я лежала завернутой, как все младенцы, в такой упаковке, а сосед был полковником милиции. Он зашел, увидел меня и спросил маму, как ее зовут. А мама сказала, не знаю, мы еще не давали имя, только что приехали из роддом. Он подошел, посмотрел, без имени нельзя. Потом подумал и сказал, назовите ее Велена. В честь Владимира Ильича. Конечно. И вы знаете, я оправдал это имя, потому что вот эта фраза Владимира Ильича, учиться, учиться и учиться, она во мне до настоящего времени. Я не могу остановиться, потому что надо так много знать, а для этого надо все время учиться. Вот, да, а представители Рериковского движения и Теософского движения, когда они узнали о расшифровке моего имени, они сказали, а вы знаете, что Ленин считается Махатмой? И тогда в моем имени и отчестве два сочетания, Ленин имя, а отчество Санжи, Санжиевна. Санжи, по-тибетски это будет Сангье, в переводе на русский это Будда. И то, что Аглан Таржиев признан выдающимся государственным деятелем в России и Бурятии, понимаете, он выполнял все задания непосредственно руководителей России в дореволюционный период. И ему посвящено его имя, упоминается в шестистах трудах, изданных за рубежом. Вы знаете, здесь я должна сказать, что вот как у нас в России говорят, что наши... Что они уже как бы наши судьбы предначертаны. И вот своей жизнью я убедилась, хотя вначале в помоглости я не соглашалась, так как я закончила Московский университет. Пять лет там существовал Институт Восточных Языков. И папа мне посоветовал самый трудный язык – китайский. Да, я по образованию синолог, специалист по китайскому языку и по китайской литературе. Первый курс полностью я закончила в Ленинградском государственном университете. Я знала только русский, поскольку мои родители решили, чтобы дети, родившиеся в России, в совершенстве владели русским языком. Сами они были из бурятской деревни, и все сложности с русским языком были им известны. Поэтому вот они, как умные родители, решили, что самое главное – знать русский в совершенстве, чтобы не было проблем. Поэтому вот любовь к книгам дает необычайное тонкое восприятие русского языка. Я перевелась по состоянию здоровья, окончив первый курс китайского языка в Ленинграде. И перевелась сюда, в Московский институт восточных языков при МГУ. И мне было 20 лет, и я училась на втором курсе. И в это время, 1958 год, сюда приехал Юрий Николаевич Рыльев с разрешения Хрущева. И представьте себе, мой папа работал в Институте Востоковения, Академии наук. Он заведовал сектором Монголии, а Юрий Николаевич в совершенстве владел монгольским языком. Не говоря о том, что в его крови течет там две прабабки – это ханша и золотой орды. Да. Поэтому во внешности Юрия Николаевича, да, монгольские черты. И поэтому для нас, для нас он свой родной человек. И это были особые отношения. Буквально я не стала. Реально, по-настоящему, я являюсь его ученицей. О чем я сказала только недавно. До этого, вы знаете, поскольку два с половиной года, что пробовал здесь, работая в Институте Востоковения Юрий Николаевич, я училась. Я изучала вот китайский язык, а с Юрием Николаевичем у меня произошло светское знакомство. В это время у нас в стране произошел огромный интерес к Юго-Восточной Азии, к буддийским странам и вообще к буддизму. И советское правительство приняло решение восстановить, возродить буддизм именно в России, в тех республиках, где он раньше просветал. В руководстве России всегда появлялись очень умные, дальновидные люди. Да, они политики, но именно политики понимают, как важно завязать дружественные отношения. И, в общем-то, это ведь не во всякой стране три республики являются буддийскими, а у нас в России это был факт. И поэтому в то время как раз это было официально сделано, и это совпало с приездом Юрия Николаевича сюда. И появлением такого очень образованного пандита Стрелона, тогда он назывался Стрелон, он был послом Стрелона в Москве. Он был ученый, но был посол, и он предложил, поскольку это был знаток буддийской философии, знаток вот этих языков санскрита, пали и сингальский язык. Сингальский язык — это цивилонский язык. И он предложил занятие сингальским языком, желающим в Институте Востоковеднио изучать. Наши приняли это предложение, и у него появились ученики. Это вот случилось как раз вместе с приездом Юрия Николаевича. Они были очень близко знакомы, очень. И вы знаете, как люди образованные, получившие такое глубокое образование, Юрий Николаевич был везде, в любом посольстве, самым любимым и признанным гостем, понимаете. И Малала Секера изъявил желание побыть в квартире советского человека. И почему-то он обратился к папе, поскольку с папой познакомился в Институте Востоковеднио, и сказал, что хотел бы он прийти и посмотреть, как живут советские люди. А мы получили только что в пустую квартиру, денег не было, и пребывали в совершенно пустой квартире. Тогда папа пошел к директору и сказал, вы знаете, я не могу принимать посла в пустой квартире, значит, я должен ему отказать. Ему директор сказал, никоим образом, одолжите деньги, купите мебель и пригласите послаться Ивона. Он пришел со своей женой и со своим первосоветником. Вы знаете, они не привыкли, что дома многоэтажные. У них все домики прямо на земле. Это дом настоящий на берегу океана. Поэтому, когда они оказались, они не знают, что такое лифт, не знают, что такое лестницы. А у нас в этой квартире два балкона. И они решили как-то вот, что это так же, как у них дом, а выход через балкон. И когда первый советник немножко он опьянел, вот так все смотрел, смотрел. И от невидения наших вот таких высотных домов, он все время хотел, когда к выходу, он шел не к дверям. Он шел на балкон и хотел с балкона шагнуть на улицу. И мне приходилось, да, поскольку он был матом, мне приходилось бегать от одного балкона, другого из-за талии. А советник удерживает, чтобы он не выбросился с балкона. Она, значит, это развеселило посла Саилона. Но когда они вышли через дверь, то он тоже не понял, что это за лестницу. Он решил, что надо сразу же оказаться на земле. А мы сказали, здесь лифт. Наша страна была так долго закрыта, что когда они захотели, возникла возможность открыться, то вот они решили хотя бы увидеть, как мы живем и что. И я участвовала в этом показе. Юрий Николаевич ушел. Я познакомилась с ним на приеме в посольство Саилона, куда посол Саилона приглашал меня персонально. И поэтому я с папой и мамой была на этих приемах. И рядом с нами всегда был Юрий Николаевич за своей экономкой. И он отвозил нас на машине, подвозил к самому близкому для нас удобному метро. Хотя ему было это совсем неудобно. Он ушел в 60-м году, а я закончила в 62-м. И, закончив в 62-м году университет, я была принята в Институт Востоковедния. Через два года в институт, в кабинет Рериха, посвященный его научный кабинет, меня привел для работы над словарем Юрия Николаевича, мой будущий муж и учитель Юрий Михайлович Фарфянович. 20 лет я работала над рукописью Юрия Николаевича. За это время я освоила тибетский язык с помощью моего мужа. И мы подготовили макет и издали вручную, потому что шрифта в таком количестве не было. Ручную мы сделали и издали в 11 томах с давалью Юрия Николаевича Рериха. Потом я написала и издала книгу «Тибетская литература». И после этого мы выполнили адрес тибетской медицины. Это закончилось уходом моего мужа. И я довела до конца. И мне удалось и посчастливилось, что аудиенции, которые назначил Далалама здесь советским людям, он сам выбрал меня по фамилии. Он уже знал труды. Поэтому я для него человек, который изучает страну и прославляет культуру этой страны. Вот отсюда особое отношение. И мне удалось получить богословение на Калачакра-тантру. Потому что существует запрет табу. Потому что это священный текст. И поэтому меня с самого начала предупреждали, чтобы я ни в коем случае не занималась Калачакрой-тантрой, так как это опасно. И не просто опасно, а это смертельно опасно. Вот. Поэтому я не афиширую. Вот. Занимал, занимался. И в конце концов обстоятельства сложились так, что я решила попробовать перевести. И занялась буквальным переводом. И когда я выполнила буквальный перевод за полгода, я догадалась, что этот текст зашифрован. После этого я занималась разработкой и обнаружением ключей к этому закрытому тексту. На это я потратила 10 лет. Результат вы видели. Вот и все. Когда уходят такие выдающиеся личности, они, в общем-то, озабочены тем, чтобы их дело не заканчивалось. И обладают способностями отыскивать личности, те, которые могли бы продолжить их труд. И выбор, как я понимаю, выпал на меня. Вначале, я думаю, они рассчитывали на моего мужа. Но вот у него тоже жизнь такая сложная была. И его не стало. И тогда все это оказалось связано со мной. И я эту тему начала с молодых лет. И вот завершила уже в очень преклонном возрасте. Но я не делала остановок. Я считала, что я помогла всем желающим освоить тибетский письменный язык, язык священных текстов, издав это как учебное руководство. Потому что оказалось, что специалистов просто нет. Я решила, что я выполню тоже. Вот напишу этот учебник, по которому можно самостоятельно выучить. И я решила, что я эту миссию выполнила. И у меня еще есть работы, которые я должна выполнить. Я не успевала, знаете. Но в связи с тем, что Гала-чакра-тантра вызвала такой глубокий интерес в России, вы знаете, сейчас на меня выходят прямо группы молодежи, очень умные, уже подготовленные, уже имеющие посвящение Адададамы именно в Кала-чакру. И они все обратились с просьбой, чтобы я занималась и обучили их чтению и переводу таких текстов. Я, в общем-то, зная тематику и зная нападки Инны Елены Петровны, Инны Елены Ивановны, как специалист я поняла, что я могу защитить этих блистательных женщин, предоставив научную основу этих трудов. И тогда их не в чем обвинять. они не знали языка, и поэтому они ставили цель, что Юрий Николаевич выучит и будет предлагать и подтверждать то, что они написали и изложили. Но вот он ушел, и мне удалось завершить то, что запланировали и осуществить это в России. Календарь Калачакры связан прямо с планетами и это знаки знаки Зодиака, 12 знаков Зодиака, и 13 знак это созвездие Змеиносец. И еще помимо вот Зодиака то еще они изображают 9 планет. И вообще-то есть разные мандалы Калачакры, где в основном изображается круг, в круге изображается квадрат, в каждой стороне квадрата, все равностороннее, в каждой стороне квадрата по 4 входа, каждый вход означает страну света. вот это 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 очень сложное изображение вселенной и вы знаете, оно вмещает в себя так много символики, что каждый раз, когда при посвящении Далай-Ламу просят объяснить, рассказать, то вот это раскрытие мандалы Калачакры, оно бывает всегда разным. И тем не менее, оно даже с перечислением планет как-то все это связано с йогой. Йога это тоже закрытая но по сути дела если говорить о главном содержании мандалы Калачакры это карта космоса. Вот и все. Они разные, это как бы это создал человек вот который выступал в роли учителя в Сибири и вот продолжательно он ушел а вот этот календарь остался. Вы знаете, они брали объяснения изложенные в тайной доктрине и вот эти вот животные там же цикл животных очень сложные это же еще восточный календарь есть еще они разные немножко есть китайские есть и вот все это вот еще тибетский да еще индийский и вот это все усложнилось и образовалось такое многосветие и да и они гордятся что в общем-то используя знания Блаватской смогли изобразить и придумать придумать этот календарь кало это время еще второе значение черное а чакра это колесо и в переводе для всех эта система переводится как колесо времени колесо времени это самые главные физические понятия о пространстве и времени колесо времени вмещает в себя очень много значений и прежде всего оно символизирует бытие в его таком жизненном переходе понимаете вот его все по-разному сюда вмещает рождение Будды его развитие его просветление и уход колеса времени которых можно называть кала-чакра большое множество и каждый может сам потому что есть восточные календари которые также имеют отношение кала-чакре потому что по сути дела календарь это создание создание связанное с движением планет и созвездий я бы посоветовала в общем-то серьезно относиться к философии потому что это тоже сложная тема но вот и Гегель надо прочитать и Шефенгауру и Канта понимаете то есть по сути дела пришлось прочитать массу массу литературы чтобы самому научиться и как-то образоваться в общем-то я занималась самообразованием для того чтобы разобраться потому что буддизм это сложная философская система вот религия она уже связана с ритуалами обрядами но сам буддизм это философия и надо просто читать труды по индийской философии и читать такие переводы как Дхамапада или вот очень понятно изложила Елена Ивановна об этике вот буддизм это она изложила не совершив ни одной ошибки изложив буддийскую философию и религию и этику вот в своем труде я прочитала от начала до конца там нет это буддизм буддизм сейчас я забыла как там значит у нее два таких труда кажется Сады Мория так еще вот основы буддизма я прочитала от начала до конца и тогда-то я сразу же сразу же уже могла вовсе оружие защитить этих двух замечательных женщин вовсе вовсе и вовсе вовсе вовсе